18 октября 1993 года мы решили построить татарам город так как материалов у нас не было для татар татары сделали такую ситуацию что татары напали на тефтонцев изобрали их с другим материалом и построили город мы его реконструировали по тем чертежам то есть он выглядел приблизительно вот так вот а здесь взлетная полоса знак пешеходного входа запрещен вот он и вот здесь был знак стоп еще на этом месте также стояли немецкие знамена 3 штуки и сохранилось только вот одно это поклодское оно еще и стептонское вот был самый любимый самолет это вот этот вот он оборудован знамена таким образом из русского доспеха такая вот делалась сверху даже нет не русский доспех это из прочного металла сделалась греческий доспех такая вот крышка тут же из греческого доспеха сделан вот это заднее чтобы пилот не выглянулся и окошки тоже закрыты то есть вся ситуация смешная что ли или глупая в том что мы уже использовали вот такой металл то есть греческий который был очень прочный гибкий и прочный хорошо крепился почему-то мы не стали бы использовать массовые повсеместные вооружения вооружали русским доспехом который был намного хуже а большинство вообще не имеют таких защитных средств на крыльях у него немецкие флаги в принципе непонятно почему тропиллер сломался у него из-за сражений то есть он принимал участие в воздушных сражениях то есть на него же не на таран подобные самолет ну и там орлы всякие немецкие так были то есть пилоты находились вот в этом вот вот эта вот комнатка вот утка о которой уже говорилось и заяц вот они сюда садились чтобы не выпасть вот тут их закрывали и они там дыхают вот эта вот главная терраса как бы дом основной тут самые такие главные жили в том числе и царь вот здесь лежал большой большой кроличий хвост снизу тоже жили бойцы вот здесь находились вот законченные самолеты здесь был еще один самолет сделанный из камня то есть он здесь нарисован был коричневый и синий крыльями вот это была не бумажка а часть коврика паласа это был мягкий такой пушистый палас приятный на ощупь приятный на ощупь ну и здесь вот такие вот комнатки мальцов также попасть сюда вот на это плато можно было несколькими способами то есть подняться по этой корзинке пусть она доходила с земли и поднимала кого надо также был еще здесь вот вот здесь вот подъем вот такая веревочка и крючок он там цеплялся снизу и по нему как бы сзади поднимали сюда а потом уже туда нам показалось что город недостаточно красив и мы решили его сделать более красивым вот в то время снизу в Руси находился русский город у входа в который находились пальмы и ничего нового не придумали как эти пальмы стащить ну и сделали так что русские балбесы и заметили кражи мы эти пальмы подняли наверх и сделали город красивее таким образом конечный результат города был вот таким вот конечно с пальмами на он красивее в таком виде он и принял бой когда объединялись татары с дептонцами когда у них был конфликт когда исчез этот город в принципе неизвестно но уже к маю 94 году он уже не существовал кратко пройдемся по всем битвам татар и тевтонцев и так 25 марта 1993 год завершилась первая зотовская холодная война а вместе с ней и всеобщая перемирие произошла битва между татарами и тевтонцами татары потерпели сокрушительное поражение один конный воин сбежал с путь боя и выжил ещё 126 последующая битва трое роботов татар перебил безоружных шестерых солдат тем самым включив их в ряды татарского войска. 18 октября 1993 года. Самолетами перебили пластмассовых солдат и погибших включили в состав татарского войска, но в данном случае частично, почему так оживали погибшие, неизвестно. 18 декабря 1993 года. Решающий бой между татарами и тефтонцами. Бой за город. Построены баррикады. Залезших по тросу тефтонцев сбросили, наехав на них машинкой. Наступающую конницу расстреливали с пистолета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова потом был жестокий рукопашный бой. Использовались пластилиновые стрелы. Это был последний бой по таким примитивным правилам. После этого система битв станет стандартной, то есть упор на рукопашный бой. А стрелковый бой появится позже и будет проводиться из специальных приспособлений. Но про это поговорим позже. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не забудь поставить лайк и подписаться на канал Варгейм, РУС, Солдатики и Моделизм Понравилось видео? Тогда поддержи автора. Перечисли любую сумму от 100 рублей на его счет. Реквизиты указаны в описании к видео. Чем больше ваша поддержка, тем больше видео появится на этом канале. Заранее благодарен. Жми сюда и смотри интересное видео.